Донора осталось совсем немного. А приводит меня. Ну, кому-то кровь моя нужна, кому-то нужно будет помогать. Кого-то спасти. Своей не жалко, она восстанавливается со временем. Делайте добро, она вернется с двойной, с тройной пользой. Наталья – медик. И в кресле в качестве донора уже сороковой раз. Почетно. Вспоминает, больше 20 лет назад пациенту срочно потребовалась кровь с ее группой. Долго раздумывать не пришлось. Тут человеку понравилась моя кровь. Я сразу согласилась и дала первый раз кровь. Ну, и теперь постоянно сдаю кровь, как приезжают. И экстренно тоже выезжаем, мы тоже сдаем. Раньше вот было у нас. Экстренно надо было сдавать, и сдавали экстренно кровь. Наталья уверена, за эти годы ее кровь спасла не одну жизнь. 450 миллилитров – стандартная доза забора крови. Но сдать ее может не каждый. Есть противопоказания. Артериальная гипертония, язвенная болезнь – очень много. По каждым органам есть это. И временные противопоказания есть. Когда человек перенес острореспираторное заболевание, или какую-то ангину, он может сдавать только через месяц после выздоровления. Аллергия, например, через два месяца. Ну, вот такое. Если татуировка, я просто говорю примеры, то через год после татуировки. После забора полгода она находится на карантине. Затем донор вновь сдает анализы, подтверждая тем самым отсутствие заболеваний. Ну, а больной может быть точно уверен – ему переливают кровь здорового человека. Это гарантировано, что он ничем не заразится от переливания этой крови. А самые такие основные заболевания, которые через кровь передаются, мы и подписку берем у донора – это гепатиты, гепатит В, С, сифилис, туберкулез, ВИЧ. Четыре заболевания, о которых мы берем подписку. Сегодня почти полсотни северян не пожалели частичку себя ради спасения других. 5% от прожиточного минимума – это 565 рублей. Сегодня выдаются лишь в виде компенсации на питание. Ольга Рязанова, Николай Подскребышев, Новости ОТС.